Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Одинцовской центральной районной больницы по детству Нина Павловна Чуприкова. Здравствуйте, Нина Павловна! Очень рада Вас видеться в нашей студии снова. С 1 февраля Одинцовская детская поликлиника приобрела новый статус консультационно-диагностического центра. Нина Павловна, расскажите нашим телезрителям, что это такое и что этот статус дает для поликлиники. И, конечно же, для всего детского населения нашего города. Вы правильно сказали, что с 1 февраля 2017 года на базе детской поликлиники на функциональной основе открылся консультативно-диагностический центр, который оказывает медицинскую помощь всем деткам, которые проживают на территории 10-го территориального округа. Чем отличаемся мы от детской поликлиники, то, что было у нас ранее и то, что сейчас? Мы принимаем всех детей, которые прикреплены к тому или иному учреждению, которые находятся на территории 10-го округа. Но для того, чтобы попасть к нам на консультацию, эти детки должны быть обязательно проконсультированы в своих детских поликлиниках, в своих амбулаториях, которые находятся на территории округа. И уже, если необходима какая-то более высоко квалифицированная помощь, тогда этих детей должны направить уже к нам. Но ни для кого не секрет, что очень многих специалистов нет во многих учреждениях других районных больниц, поликлиник, и поэтому этих детей присылают к нам. Но разработав положение и регламент работы консультативно-диагностического центра, мы просим и мы настаиваем на том, чтобы все дети, которые приходят к нам на консультацию, они обязательно имели при себе направление по форме 057, у которой должен выдать участковый доктор, либо же специалист этой поликлиники. У него должен быть определенный перечень, определенные анализы, которые необходимы для того или иного специалиста. И уже с этим пакетом документов он должен прийти к нам. Также мы хотим сказать, что в наш консультативно-диагностический центр с 1 февраля запись к врачам-специалистам производится только по системе «врач-врач». У нас не может сейчас записаться пациент к доктору через колл-центр. Он может только обратиться к своему участковому доктору, либо же к врачу-специалисту на местах. И этот специалист, если посчитает нужным, то он запишет к нам этого ребенка, к нам на консультацию. Нина Павловна, получается, это, по сути, было как и раньше. То есть в нашу детскую поликлинику обращались дети не только Одинцовского района, но и из Венигорода, Краснознаменска, Власихи. Но теперь эта система просто упорядочена, и нет ненужных очередей, нет ненужных ссор, скандалов, склок. Мы регламентировали работу специалистов, и мы стремимся сейчас к тому, мы хотим создать такую систему, в которой ребенок должен получить квалифицированную помощь, действительно нужную, и в то время, когда он в ней нуждается, а не проводить ненужные консультации, те, в которых данный ребенок не нуждается. Ну, потому что так просто решили родители, что им нужно консультироваться только, например, у хирурга в Одинцовской детской поликлинике. Хотя на деле ситуация может быть совершенно иной. Конечно. У нас есть такое, очень многие обращаются родители, говоря на то, что у ребенка не дышит нос, ему нужно обязательно показаться, это как частный пример, да, ему нужно обязательно показаться лоро-врачу. Но для этого не обязательно идти к доктору-отоларингологу, для этого необходимо прийти к доктору-педиатру. Она назначит лечение, и если повторно она видит, что у ребенка нет улучшения, она запишет сама на прием этого ребенка к тому или иному специалисту. Также невролог, проведя, осмотрев ребенка, назначив ему какие-либо обследования, да, тоже электроэнцефалограмму, РЭК-исследование, да, КТ головного мозга, он, открыв себе расписание на полгода, на три месяца вперед, он может записать этого ребенка к себе на прием, и этот ребенок придет уже к доктору, получив, обследуясь полностью, получив какое-либо лечение, и через месяц он не будет уже стоять в очереди у того же педиатра, да, он уже придет, зная, что его записал доктор-невролог, конкретно на какое время. То есть мы хотим вот эту очередь немножко упорядочить. Конечно, это не всем нравится. Многие родители, они говорят, что это стало неудобно, нам нужно идти вначале к педиатру, потом нам нужно идти к специалисту. Ну, я думаю, что вот пройдет какое-то время, да, мы упорядочим это все, люди разберутся, что действительно так это и будет намного им удобнее, да, потому что, приходя, когда доктор по расписанию должен смотреть 15-18 человек, а у него вне расписания записано 36, да, ну, о каком качестве вообще лечения может идти речь. А когда ребенок будет поступать уже конкретно по направлению, конкретно к тому доктору, которому действительно ему нужно попасть, и которому окажет эту медицинскую помощь, тогда этих очередей станет значительно меньше. Но ведь, а еще, насколько удобнее станет работать узким специалистом? Ведь к ним пациенты будут приходить уже с более-менее ясной картиной. Конечно. У них будут анализы, у них будут уже первичные осмотры. То есть это будет первое посещение, не будет как вслепую. Конечно. То есть уже будет сразу же с первых минут тактика лечения и так далее, и так далее. Уже совершенно по-другому врач будет смотреть на этого ребенка и пациента. Вот если взять, например, доктора-кардиолога, да, мы как у нас привыкли ходить в детскую поликлинику из других амбулаторий и поликлиник округа, да. У меня, я считаю, что у ребенка болит сердце, ребенок сказал, что у него болит сердце, мы идем к доктору-кардиологу. Но мы с вами должны согласиться, что первый визит, он, как правило, впустую. Теперь мы говорим, да, мы запишем вашего ребенка к доктору, но для этого вам необходимо сделать кардиограмму, сделать общий анализ крови. Посмотрев ЭКГ и посчитав, что ребенку необходимо эхо-сердце, доктор-педиатр назначит ребенку эхо-сердце. И с этими анализами ребенок придет на консультацию к доктору-кардиологу, и эта помощь, эта консультация будет квалифицированная, она будет грамотная. Очень многие родители говорят, что у них нет этих обследований, у нас нет детских докторов, но мне хочется еще раз, мы это с вами постоянно говорим, что детских специалистов всего 5, да, а провести обследование, провести исследование, сдать анализ крови, сделать ЭКГ, сделать эхо-сердце можно в любой поликлинике, в любом учреждении нашего округа. То есть здесь лицензии на оказание детской медицинской помощи абсолютно не требуются. То есть это могут сделать все. То есть на местах сделав эти исследования, приходите, а наш доктор, в частности кардиолог, вас проконсультирует. Не будет тратиться время в пустое на ненужные разговоры. Конечно. И понятие, что же беспокоит родителей. Конечно. Нина Павловна, мы уже рассказывали в нашей программе о том, что Денцовская детская поликлиника совсем недавно приобрела очень нужное, важное и полезное оборудование для кабинета лор-врача. Но это еще не все. Вам также помогают активно и общественные организации, волонтерские организации. В частности, недавно появилась стационарь детской больницы, книжная полка, ну и так далее, так далее, так далее. Приезжают театры, показывают спектакли для детей. Это все абсолютно бесплатно и все на безвозмездной основе. Но я знаю, что совсем недавно вы, в свою очередь, ответным шагом к таким инициативным родителям тоже откликнулись и открыли школу, в которой мамы, в частности, многодетные мамы, обучаются оказанию первой помощи малышам. Расскажите об этом, на какую аудиторию рассчитаны эти занятия, как регулярно они будут проводиться и как к вам попасть. Потому что я думаю, что желающих очень и очень много. Вы знаете, буквально две недели назад к нам обратилась общественная организация «Мамина помощь» с просьбой, с предложением организовать курсы для молодых мамочек, для многодетных мамочек об оказании первой помощи, до врачебной помощи, когда случается та или иная беда на дому. Мы откликнулись. Мы решили, что это действительно, наверное, будет полезно, потому что очень многие родители очень теряются, когда та или иная внештатная ситуация встречается с их ребёнком. И поэтому мы пошли навстречу. И неделю назад мы организовали такую школу, мамину помощь, мы организовали на базе детской поликлиники. Значит, к нам пришла первая встреча. Я у нас была с доктором-хирургом Новиковой Натальей Сергеевной, которая рассказывала о том, как можно оказать первую помощь при укусе собаки, при термическом каком-либо ожоге, когда поднимется высокая температура, при какой-либо травме. И количество мамочек, которые пришло к нам, ну, их было человек 20. Мы, конечно, вначале удивились. Мы думали, что будет, может быть, значительно меньше. Ну, может быть, 4-5 человек. Да, век интернета, когда всё можно посмотреть. Но оказалось, что это действительно интересно. Мы не хотели с ними расходиться. Допоздна мы сидели, вот разбирали все эти вопросы. Мы рассказывали, что можно сделать, какую помощь можно оказать дома, что нужно сделать в первую очередь, куда этого ребёнка доставят, какую помощь мы можем оказать на территории нашего города, какую помощь мы можем оказать на территории Московской области, а если такое у нас не получается, то на федеральном уровне. То есть я считаю, что вот эти вот встречи, и моё мнение, наверное, поддерживают вот все, которые были вот на данной этой школе, что такие встречи нужно проводить. Это нужно. Может быть, вот пройдёт какое-то время, и количество этих людей станет, наоборот, меньше, или станет больше. Но попробовать, да, и если это кому-то интересно, если это кому-то нужно, мы всегда готовы на такие встречи и на такие диалоги. В Нинцовской центральной районной больнице есть школа будущих мам. А теперь будет школа молодых мамочек. С какой регулярностью будут проводиться эти встречи, когда следующие планируются? Мы решили, что эти встречи у нас будут раз в месяц. Значит, они у нас запланированы на середину мая. Если назреет такая необходимость и возникнут какие-либо вопросы, то мы можем эту школу перенести на более ближайшее время. То есть мы готовы к диалогу, и если нас попросят, и если наша помощь нужна рассказать, показать, объяснить, то мы всегда на это готовы. Был хирург, теперь с кем будет встреча? Какие ещё врачи будут обучать мам? Там очень много вопросов касается маленьких деток, которые только появляются. Что делать, когда у ребёнка появилась холика? То есть это неонатологи? Неонатологи. И очень много вопросов по вакцинации. То есть мы пригласим доктора, педиатра, который расскажет нам, какие нужно делать вакцины, чего нужно бояться, что нужно сделать перед проведением той или иной вакцинации. То есть на эти вопросы мы тоже ответим. То есть примерно в середине мая, в четверг вечером можно прийти в Одинцовскую детскую поликлинику. Информацию мы развешиваем. Информация развешивается, тем более посещает это лечебное учреждение очень много молодых мам. Я думаю, что всем будет очень и очень интересно, а самое главное – полезно. Да, мы на это очень надеемся. И это сможет, в общем-то, оттянуть, да, вот время до приезда скорой помощи. Вот те знания, которые смогут мамы применить на деле, если вдруг возникла какая-то ситуация, и в опасности оказался их ребёнок, то они смогут помочь ему, грамотно помочь, правильно помочь до приезда скорой помощи, когда уже приедут врачи, и ребёнок окажется в надёжных руках. Мы очень надеемся, что родители вспомнят про то, что мы им говорили на этих встречах, да, и они выполнят всё то, что мы им сказали. И тогда вот у нас количество осложнений, количество каких-то ненужных манипуляций, которые нужно было сделать родителям, это не будет совершаться, они вызовут нашу скорую помощь. Скорая помощь в любом случае довезёт в течение 20 минут до стационара, где окажут уже врачебную помощь. А на дому они, конечно, смогут что-либо сделать, ну, по мере своей возможности. И они не растеряются, самое главное. Тем более в Одинцовской центральной районной больнице есть реанимобиль, который приспособлен для перевозки детей, и, что немаловажно, о чём говорила Ольга Александровна на своём отчёте. Да, Ольга Александровна, она, отчитываясь перед коллективом, отчитываясь перед администрацией района, она отчиталась за три года то, что было до этого. Она поставила задачи, которые мы должны выполнить до 2020 года, и то оборудование, вот как Ольга Александровна сказала, да, то оборудование, та медицинская помощь, которая сейчас есть в приёмном отделении Одинцовской ЦРБ, она находится на достаточно высоком уровне, и вся диагностическая база, вот всё, что мы хотим сделать ребёнку, мы всё можем сделать на нашей территории. И самое главное, что это всё работает 24 часа в сутки. В какое бы время ни приехал ребёнок, весь цикл диагностических манипуляций будет произведён тут же, не заведлительно. Да, да. И если это необходимо, мы можем ребёнка транспортировать, если мы не можем справиться с той или иной ситуацией, да, мы можем ребёнка транспортировать в какое-либо другое учреждение Московской области, либо же какое-то вот федеральное учреждение, да, либо же мы оказываем помощь у нас, а когда выводим ребёнка из того или иного состояния, ну, в частности, очень часто бывает на выходных, когда у ребёнка случается, что ребёнок ошпаривается кипятком, возникают вот эти многочисленные ожоги. Сутки ребёнок находится у нас, мы выводим его из этого шокового состояния, оказываем медицинскую помощь, а дальше мы его маршрутизируем согласно нашей схеме маршрутизации, которая есть во всех учреждениях Московской области. Казалось бы, прошло всего лишь три года, а какие изменения? И в частности, коснулись они, конечно же, детской больницы, что просто необходимо и было очень-очень важно для каждого жителя нашего города. Да, мы очень надеемся, что благодаря Минздраву Московской области, благодаря тому, что у нас есть вот такой главный врач, да, который действительно, она стремится помочь, да, она стремится создать оптимальные условия для деток, да. Мы надеемся, что мы сделаем ремонт в детском отделении, у нас мы сделаем там отделение эндоскопическое, которое направлено на обследование и лечение конкретно деток, да, у нас будет там аппарат МРТ, и мы сможем оказывать педиатрическую помощь на достаточно высоком уровне. Ну, в полном развернутом виде. Конечно. Какое позволяет создать современные технологии. Да, мы на это очень надеемся, что в этом году это всё обязательно свершится. Я думаю, что Ольга Александровна Мюсюкевич – это под силу. Под силу. Тем более с таким замечательным коллективом врачей, которые во всём поддерживают её. Мы поддерживаем её, да. Спасибо, Нина Павловна. А я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня в гостях программы «Формула здоровья» была заместитель главного врача по детству Одинцовской центральной районной больницы Нина Павловна Чуприкова. Берегите своё здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова